сейчас вы прямо натурально прифигеете когда я вам оглашу все характеристики мы посмотрим на этот смартфон потому как у таких компаний как samsung сейчас немножко так пригорит пригорит такой маленькое очко боль в моя дырка задница и из-за того что ну это все-таки б-бренд кстати 45 долларов всего указано по ссылке описание приходить сколько он на данный момент стоит но сейчас не советую покупать потому как презентация мировая презентации продажи этого смартфона будет с 13 числа пока вы конечно можете единственно что положить в корзину нет если конечно неадекватный человек вы можете и сейчас купить за эту цену конечно же вам китайцы постараются и отправят но сейчас там неуменяемая стоимость так вот возвращаясь обратно такой пункт как слабые процессоры слабое разрешение камер маленькие аккумуляторы ну отпадает полностью у б-брендал они вплотную подобрали с компанией сяоми они плотную подобрали с компанией samsung задница я все еще уважаю люблю компанию сяоми но давайте честно но скучновато стало одно и тоже делают а здесь реально реально старается принести что-то новое новые характеристики да хотя бы максейф вы представьте прошлое мое видео посмотрите на смартфоне сделан максейф как у айфона представляете да еще поинтереснее более мощный и там и колоночку там те кошелек не просто кошелек подставка в общем круто они развиваются только в путь но и также по ссылке в описании вы можете обнаружить канал скидки на алиэкспресс подпишитесь там самые лучшие новинки и такие вот интересные гаджеты вы в самых первых рядах будете о них знать обязательно подпишитесь переходите по ссылке не супер огромная посылочка вскрываем смотрим для начала как выглядит сам смартфон какая у него комплектация а уже далее во второй части этого видеоролика когда им попользуюсь уже будет обзор этого смартфона ухты смотрите как он далеко залез она вылазь ну давай 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 не хочет будем спарывать надеюсь я не испорчу упаковку смартфона коробка огромная и тяжелая потому как и сам смартфон огромный и тяжелый толстый мощный с огромным при огромным аккумулятором по моему двадцать две тысячи миллиметр час и так моя версия внимание называется смартфон от компании дуги во первых вот компания дуги далее называется в макс и внимание еще раз 12 гигабайт оперативной памяти вдумайтесь еще можно и прибавить еще будет больше и 256 встроенный более того можно установить сюда же опять-таки карту памяти да еще до двух терабайт с таким аккумулятором и с такой памятью да плюс еще сюда если встроить свою флешечку ну можно наверно санта-барбарусю сюда закачать и где-нибудь недельку ехать на поезде если вы там какой-то прикомандировочный не знаю и спокойненько наслаждаться и при этом еще заряжать другие смартфоны потому он еще как powerbank выступает далее на сзади на коробочке что я заметил у нас же здесь сериал звук а еще не просто high-res audio что тут еще интересненького а пожалуй черный цвет у нет здесь ну уже можно сказать крутой очень крутой особенно для защищенных смартфонов потому что это защищенный смартфон по военному стандарту американскому кстати говоря амуриканскому военному стандарту а ip68 и ip69к влагозащита и здесь стоит очень мощный от медиатек компании процессор потом они посмотрим сколько он вантута набирает как в игры играет конечно же я вам покажу примеры фото видео также будут в комплекте смотрите у нас пленка защитная бумаженцы а также что еще ну конечно же мануальчик там и наш язык вы свой родной короче найдете и здесь по тиражке что-то самое ту самую пленку приклеивать так вот здесь такой же процессор установлен как допустим ну на редми но у 12 про плюс как там макс вот эти все дела которые все подумаю купить и но пока еще global очки нету вроде как вышел в индивиду пока еще не продается блин какой он тяжелый так в комплекте также у нас помимо всего прочего есть тайп си на тайп си провод черного цвета обратите внимание то есть очень будет удобно проводом этим заряжать другие смартфоны ну и сколько у нас тут зарядочка кстати небольшая вот на зарядке они конечно сэкономили 33 ватта максимальная ну не самая маленькая но учитывая огромный аккумулятор могли бы сюда 66 поставить тут они конечно да немножко сэкономили так ух ёлы-палы вот это да вот это кирпич я понимаю просто танк танк настоящий тонк так договор макс смартфон и так что же мы имеем тут у нас громкость кнопочки до сбоку включение выключения сканчика пальца сбоку давайте посмотрим это поближе как это выглядит у нас рифленые металлические кнопки в обрамлении сканчика пальцы кнопка включения выключения винтики под звездочку полностью металлическая вставка матового цвета там еще мне не попалось вот я бы хотел бы конечно позолоченные там есть еще позолоченный классный внешне вид был бы с левой стороны у нас также металлическая вставку на здесь лоточек лоточек у нас к слову говоря либо две сим-карты либо одну карту памяти и ну короче комбинированный и сим-карту и резиночка здесь имеется ip68 а пишется 9 к опять-таки влага защита вот здесь кстати указано вот пожалуйста то есть военный стандарт не боится дождя перепады температур пятки зима лето дождь снег там неважно допустим да не допустим так указано от минус 50 градусов до плюс 70 градусов он должен выдержать ну и падение на голый бетон от 1.8 метра на соответствие микрофона там под тайп си зарядку и передачу данных также на компьютер кстати говоря не глубоко посажена соответственно и любой кабель другой подойдет и вертится крутится очень удобная заглушечка далее обратите внимание что раз два три четыре у нас таких вот перфорации стереозвук очень будет интересно то что 4 динамика тогда быть кликбейт а так я думаю что как прошлой версии я показывал в 30 который смартфончиком по недуге очень хороший очень интересный беспроводной зарядочкой там вот это бутафория то есть два динамика но очень хороший был звук и обратить внимание прямо на вас направлен звук на вас пленка защитная сфер которую надо снимать ну наконец сзади у нас вот таким образом выглядит сзади у нас вот это пластик здесь у нас прорезиненный пластик черная версия меня по камерам тут у нас все мощно так сдираем эту наклеечку для начала пошла родимая якобы под кожу здесь под кожу но это очень жестко сделано это прям пластик с рельефом кожи ну и хорошо зато не будет запачкаться там жиром там забиваться логотип компании дуги металлизированный красивый симпатичный с такими фасками матовые фаски блестящие зеркальные посмотреть как у нас оформлена камера 108 мегапикселей у нас ночного видения камера во-первых присутствует 108 мегапикселей основной модуль камеры вы как видите большая линза и по-моему тут ширик и макро модуль внизу такая матовая сатинированная вставочка очень красиво смотрится брутально винтики у нас кстати параллельный под прямой шлиц прикольно смотрится ну чем-то напоминает вертуда же далее у нас как видите четыре якобы светодиода только за это не так на самом деле на самом деле это одна у нас сторона отвечает как действительно светодиоды для фонарика и там до камеры другие это как раз таки красная подсветка загорается в темноте красным цветом и позволяет в полной темноте снимать очень красиво оформлены камеры посмотрите в таких ободочках блестящих прямо оформлении вообще целом сборка просто супер ска мне очень нравится так вот придраться к сборке практически невозможно ну тут такая вот глубокая про уши на для переноски там на руку на рюкзак можете подвесить куда-то там в общем есть такое дело но огромный толстый 22000 миллиампер час аккумулятор здесь друзья по камерам еще раз 20 мегапикселей у нас кстати говоря ночного видения 16 мегапикселей у нас широкоугольная камера и внимание 32 мегапикселя у нас фронтальная камера вот она перед вами v-образный вырез и также решеточка металлическая разговорного динамика вот такие вот дела вай фай 6 здесь fm радио должно быть nfc есть давайте запускать я им сейчас буду пользоваться и вам все потом а стоп надо же пленочки снять смартфон то я запустил вот так вот срываем и там еще пленка приклеена и и вот собственно перед вами дисплей 120 герц 120 герц full hd матрица вот берегами рамки были на рамки то не толстые вот это вот если убрать пластику до рамки то не толстый для чего на смартфона вообще классно уже вижу что по цветопередаче отлично единстве что надо поиграться там конечно же с настройками вай фай здесь поддерживаться 2 герцовый надо с яркость еще побаловаться настроить это все скорее всего здесь авто яркость как обычного компании другие так все языки здесь присутствует я пожалуй удаляюсь и для вас это недолго буквально секунда и вам все рассказываю ну погнали по порядку самых простых вещей до более сложных там же фото видео и игры пойдут и так сразу пока не забыл по связи все отлично 4g работает связь хорошая слышим из хорошая единственное что здесь нет записи разговоров телефонных разговорах вообще от слова совсем далее вот эта кнопочка у меня два нажатия сделал как обычно фонарик загорается фонарик неплохой не сильно-то яркий но нормально короче нормально срабатывает здесь работает одинарное нажание нажатие двойное нажатие и длительное удержание пожалуйста можете игру любую сюда свою любимую назначить или там допустим запуска подвода видеосъемки в том числе здесь присутствует соленой воде тем более тоже можно снимать в море и океане следом сверху вот в этой области короче здесь расположен цветной индикатор событий яркий насыщенный пропущены уведомления пропущенные звонки там заряд разряд аккумулятора полезная вещь так сейчас подождите полезная вещь принципе кнопочку нажать надо но вот пожалуйста сейчас красным горит а когда уже будет полный заряд тоже зеленым загорится классная штука как по мне сойдет далее сканчистка пальца ну что могу сказать очень стабильный достаточно быстро и до было видал и побыстрее но не молниеносный но быстрый прям неплохо хорошо срабатывает разблокировка по лицу неплохо срабатывает опять-таки далее что я заметил тут очень продуманный корпус получается что вся вот эта задняя поверхность полностью этот пластик этот логотип выступающий вот это вот обрамление вокруг камеры выступ сами камеры вообще не соприкасаются ни коем случае столешницы любой прямой столешницы потому как вот здесь выступ с одной стороны и здесь мы кладем телефон и он как бы на ножках такой вообще не соприкасается не царапается красавцы продумали то же самое спереди у нас оба дочь и который защищает том числе и защитную пленку и защитное стекло если вы приклеите на экспрессе подать подберете без проблем продумали и даже по краям кнопки не соприкасается и вот так вот класть потому как здесь выступ здесь высот ну короче 4 выступа в общем-то 360 градусов все это дело продумали 120 герц вообще плавненько все работает можно вот у меня жестами можно сделать кнопочки без проблем сворачивается не дергается ничего прям побыстродействуем а то с полной хорошо очень но потому как хороший здесь процессор об этом опять-таки чуть позже fm-radio здесь сожалению надо подключать наушники а три с половиной миниджека нету поэтому надо переходник либо наушники уже с тайп си вот так то вот не продумано такой недостаток я бы хотел бы чтобы три с половиной миниджек здесь был бы наверняка бы вы хотели бы наверно сравнить с обычным смартфоном вот перед вами обычный смартфон то что вы себе представить не можете а вот увидеть вполне себе давайте посмотрим обычный смартфон компании сяоми и вот такие у нас габариты посмотрите то есть он естественно он выше он шире гораздо шире ну и конечно он толще здесь почти 5000 по моему если не 5 вот можете сравнить габариты внушает конечно внушает огромный габариты тяжелый смартфон мощный имейте ввиду что когда играете рука может руки могут уставать обязательно смартфон приходится куда-то облокачивать противном случае ну долго вы не выдержите вот так это смотрится вы пишите в комментариях как вам такое теперь перейдем пожалуй посмотрим как тут с картинкой и конечно же со звучанием есть небольшой нюанс и с этого давайте начнем с того самого нюанса и так переходим тиктока послушаем звук и звучание ну теперь давайте еще ютюбчик для примера итак что касаемо звучания здесь хорошее стерео громкое стерео громче на чем на том же там но редми note 11 pro 5g который мне был гораздо громче потому как здесь полноценных два динамика все-таки здесь 1 2 3 4 перфорация 4 как бы динамика вы можете подумать на самом деле здесь два один здесь расположен один здесь правой стороны если вот так вот вы смотрите на смартфон а вот эта бутафория ну просто для симметрии сделали красоты да еще направлено на вас то есть не с торца не сзади именно прямо с передней части с передней панели направление на вас очень громкий очень насыщенный басистый мощный звук классно что этот играет что этот одинаково 50 на 50 ну еще раз я думаю достаточно в общем звук вообще класс ошеломляет на самом деле а вот что касаемо картинки еще раз 120 герц full hd матрица шикарно хорошая может быть по яркости вам кажется это недостаточно это вся яркость на самом деле вот пожалуйста перед вами есть кстати автояркость и убрал но принципе для начала я жду обновления потому как он еще ну как по идее не не продается нигде да все таки будет мировая презентация ну и второе да возможно чуть не хватает мне там десять процентов где-то но нормально особенно для если на кровати если не на сильно ярком солнце то все видно очень неплохо все-таки это full hd матрица еще и 120 герц причем настройках можно сделать как принудительно общем то хотите 120 хотите он сам будет определяет хотите 90 60 в общем там по цветопередаче по детализации все очень даже неплохо мне нравится вполне цвета хорошие насыщенные формы очень приятные такие насыщенные формы я бы сказал бы прямо ух ну и конечно же самый главный экран вы будете на это смотреть постоянно будете этим любоваться вот этими формами вот этими что не понесло как тут не понесет в общем все тут шикарно нормально хороший дисплей может быть вам не понравится захочется еще ярче его ну извините как есть так и есть нормальная яркость пойдет ну а теперь погнали погнали производительность производительность с антуту 10 касаний поддерживает мультитач уже проверял внимание 508 тысяч с половиной попугайчиков баллов это дохрена здесь установлен мощный процессор на самом деле тоже мощный процессор дать компакт скажу здесь установлен дай меньше 1080 или как друг по-другому 1080 вот пожалуйста дай меньше 1080 модуль отрисовки он же графический процессор мали g68 mc4 разрешение экрана вот перед вами крутой хороший процессор там реалми 10 про ремина 12 про плюс да и просто про 12 про все эти смартфоны с такими же процессорами 120 герц вот пожалуйста показывает что здесь есть поддержка стабилизации видео 32 мегапикс 108 мегапикселей 15 20 мегапикселей ну и 32 фронталочка в общем-то по быстро действовал вообще в игры вот call of duty асфальт девятый по g все шикарно идет прям круто идет и давайте вам маленький отрезочек покажу погнали очень неплохо реагирует быстро резко и в то же время плавно управление супер процессор вообще не перегревается куда пошел верни вот гаденыша на самом деле процессор хороший вообще не греется ты вернулся да ты мой хороший очень громко очень громко вот так то быть она получше процессор мощный не греется не перегревается тем более огромный смартфон как его нагреть я хрена знает но вообще 1080 такой стабильный процессор хватит еще на пару лет это точно сто процентов производительности просто за глаза так на рожон не буду ли чтобы что-то рассказывать по делу в общем-то игра не лагает игра идет отлично единственное что приходится постоянно блокачивать руки потому как смартфон тяжелый вот приходится его как-то вот так держать его все плавненько идет так и что-то никого нету ладно полезу уже на рожон в принципе камень шлепну то так неинтересно что не по динамичные серьезно день кастрюльки вы где а вон беги иди сюда иди сюда да ладно ах ты гаденыш давайте погромче чуть-чуть то вы не поймете как тут со звуком ну да да Встреча с УАВом, готово для обслуживания. Встреча с ВСАНОМ. Встреча с ВСАНОМ. Встреча с ВСАНОМ. Стрелян, встан-плеск. Ах! Да елки палки. Встреча с ВСАНОМ. Встреча с ВСАНОМ. Не знаю елки палки. Иди сюда. Сейчас покажу кустину мать. Лови! Да ладно. Ох ты лутит. Нифига себе. Это резкий как понос. Ах ты гаденок. Ах ты гаденок. Ну они не разозлили обмака. А нахрена я это нажал, а? Ну нахрена я это нажал. На! Лови фашист гранату. Путь захватывает, а? Мама твое. Ну вот так вот. В общем-то. Ох, мурашки побежали. Прямо втерло мне конкретно в игру. Прямо не оторваться. На самом деле я несколько раз играл. И каждый раз хотел. Вроде как и тестируешь игру. Да, а в другое дело затягивает. Так, стоп, микрофон. В другое дело затягивает. И хочется дальше продолжать. На самом деле шикарный процессор. Игровой. Играйте за глаза. В общем этого процессора за глаза. Что выигры поиграть на средних и высоких настройках. Что на смартфон. Ну любые задачи. Ближайшие два года. Ну ладно. Я думаю с этим мы закончили. Давайте переходить. Что тут еще? По настройкам. Там уже камера посмотрим. По настройкам я просто хотел показать. Что здесь можно вот спокойно. Так, где это было? Вот здесь находится. Добавить еще 8 гигабайт. 12 гигабайт оперативной памяти. Добавить еще 8. Нахрена это надо? Чтобы 20 гигабайт оперативной памяти. Ну в общем то есть такое. Можете пожалуйста добавить. В общем то здесь особо больше нечего смотреть. Единственное что жду еще обновление. Жду обновление. Черная тема есть. Ее кстати можно по расписанию делать. Она будет в ночное время включаться. Или по определенному расписанию. Как вы хотите. Или просто будет гореть полностью. Постоянно. Шторочка вот так вот выглядит. Обычными кубиками и кругляшками такими. Здесь вот 5G он кстати поддерживает. Если кому надо. Не знаю кому это надо. Здесь вот подводная съемка. И модуль NFC. Далее шторочка. Еще можно вот так вот в середине. Не надо тянуться на самый верх. Все отлично срабатывает. Ну и ладно погнали теперь в камеру. По камере что мы имеем. Не просто. Но и одновременно неплохо. Потому как. Для начала. Основной модуль камеры. Ширик. Ширик у нас 120 градусов заявлено. Вот так это смотрится. Вот так вот. Обычная. Вот так вот. Ширик. А стоп. Что я сделал. Вот так вот обычная. Вот так вот. Ширик. Далее. Видео. Естественно есть видео. Естественно есть. Ночная камера. Ночной видеосъемки. В черно-белом формате. Работает. При полной темноте. Может быть вам пригодится. Записывает видео. Фотографирует. При этом хороший автофокус. В это время. Вот пожалуйста. С правой стороны горят два индикатора. ИК порта. Ой. Порта. Блин. В общем красные светодиоды такие. Инфокрасная подсветка. С помощью ее. Кстати говоря. Она так не отсвечивает. Ее не видно. Просто два огонька. Вот можно снимать в полной темноте. Можно видео снимать и фотографировать. Далее. 108 мегапикселей у нас отдельно. Есть режим красота. Перейдем еще. Здесь есть ручной режим. Где можно под себя настроить. Портретный режим. В боке монохром есть. Есть гифки делать. Есть панорама. И QR-код. В принципе это у нас самое основное. Что касаемо фронталочки. Фронталочка здесь 32 мегапикселя. Я вам скажу. Ого-го. Хорошая. Нестыдная. Хорошая фронталочка. Которая наверное уже заляпал. Ну ладно. Итак. Давайте рассмотрим. Что на ваших глазах. Сейчас вы конечно посмотрите примеры фото видео. Но тем не менее. Жалко я сегодня побрился. Но я вам скажу. Детализация. Мое почтение. Вы посмотрите. До встречи. 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 Фокусировку. По-моему быстро срабатывает. Достаточно плавно. Ну а теперь пример нашей широкоугольная камера 120 градусов у нее заявлено. Держу одной рукой. Сейчас на солнце выйдем. Как он будет на солнце вести. Будут конечно засветы. Погода класс. Так в принципе никаких претензий нет. По детализации особенно. Ну единственное да. Картинка подергивается. Ох а закат шикардосный. Хотел показать. Кстати. Вон птички летят. Прям летят птички. Много птичек. Ну правда. Очень красивый закат. Опа. Итак. Буду подводить. Что же мне здесь понравилось. Что не понравилось. Давайте с неприятного. Первым делом мне не понравилась медленная зарядка. Тут вообще. Ну автономность. Мое почтение. Вообще по автономности здесь. Ну неделю будет держать. Если вообще торчите постоянно в смартфоне. И не вылазите из него. Постоянно какие-то там тиктоки у вас. Ютубы. Телеграммы. Вот это постоянно вот. Ну в общем. Постоянно у вас в рабочем состоянии. Смартфон практически не отдыхает. Четыре дня. Четыре дня выдержит. А так недели и семь дней только так. Но. Тридцать три ватта зарядка. Для такого огромного аккумулятора. Двадцать две тысячи мАч. Ну в общем три часа заряжается. Это очень много. Задница. Первый недостаток. Второй недостаток. Блин. Три с половиной миниджека нет. Но в таком огромном могли бы поместить. Потому как есть. FM радио. А FM радио сам бог велял с таким аккумулятором. Ну приходится или переходник. Ну короче недостаток. Может быть придрался к яркости дисплея. Но. Еще обновление прилетит он станет ярче. А так нормально по яркости. Это я уже так придираюсь. Итак. А по плюсам. Конечно же. Двадцать две тысячи мАч аккумулятор. Это для многих. Вот. Самый основной критерий. Ради чего он будет покупаться. Потому что. Куда-то в путешествие. Куда-то на охоту. На рыбалку. Куда-то. Просто вот люди любят. Такие необычные смартфоны. Да. Где-то в поезде ехать. Как пауэрбанк использовать. Просто тупо. Если где-то пролетел и свет вырубили. Да. Это может. Ну в принципе спасти. Даже. В каком-то смысле. Первое. Второе. Дохренища памяти. Удивительно. 12 гигабайт оперативной памяти. 256 уже. Накопитель. Уже. А еще можно расширить. Ну и конечно. Дайминсити. Куда без этого. Дайминсити 1080. Это мощный процессор. Вот. По-настоящему. Наконец-то. Защищенные смартфоны. Имеют мощные. Вот. Нестыдные процессоры. Тут и в игры поиграть. И в целом все летает. Все прекрасно. Но кроме этого еще. Не знаю что отметить. Неплохой дизайн. Интересный. Неплохо очень даже фотографирует. По минусам. Претензии есть. К стабилизации изображения. Вот если они подтянут камеры. Еще. Вообще будет хана. Пока. Вот еще можно придраться к камерам. Если бы камера была отлично. Ну тут. Блин. Xiaomi. Samsung. Конечно. Был бы уже. Такой. Знаете. Камень в огород. Задница. Хорошие материалы. Хорошее исполнение. Богатая комплектация. При этом. И сканер обчистка пальцев. Кнопочки. Тебя. И еще одна кнопка. Многофункциональная. Пожалуйста. Тебе. Основных три камня. Процессор. Огромный аккумулятор. Ну и много памяти. Это самое главное. С момента презентации этого. Ну любого смартфона. Цена очень адекватная. Иногда даже низкая. А потом все равно завышается. Те времена когда было все наоборот. Ну пропали. Сейчас только все дорожает. Ну и лишь со временем. Когда уже там через год. Выходит там новая модель. Или там. Хотя китайец. Какой год. Ну выходит новая модель. Уже дешевеет. Та модель которая была до этого. Ну и конечно туда прилетает некое обновление. Якобы должны улучшить характеристики смартфона. На самом деле они губят его. Чтобы такие блоггеры как я. Бла-бла. Говорили. Посмотрите. Новый смартфон лучше фотографировать чем старый. На самом деле это не так. Просто старый стал хуже фотографировать. Из-за того что установили обновление от производителя. Хитрые такие вот они. Ну всем пока.